Друга заметил? Алло. Очень маленький. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Юрий Борисович, меня зовут. Микрофинансовая организация в кармане. Звоню по поводу решения вопроса. Я так понимаю, одного из ваших клиентов. Да. Значит, это Светлана. Светлана Юрьевич. Фамилия, пожалуйста. Фамилия. Угу. Вот, значит, вопрос как собираемся решать, как будем делать, нет? А он в активной стадии решения. А в активной? Прекрасно. Хорошо. А какие вы меры? Потому что у него 15 дней просрочки, 2 недели, грубо скажем. И я понимаю, что у человека что-то случилось. Я не могу до нее дозвонить, чтобы человек объяснил, что это случилось. Виктория, я вам объясню. Напомните, как вам обращаться. Просто упустил немного. Юрий Борисович. Юрий Борисович, меня Дмитрий Евгеньевич зовут. Дело в том, что у человека трудная финансовая ситуация. И она на этом фоне, конечно же, в растерянности была до последнего времени, пока не обратилась к нам. Друзья посоветовали. Ну, не знаю, как она у нас пошла. Это дело 10, как вы понимаете. Она обратилась к нам, принесла договоры, все вот эти документы. Мы указали на ряд несоответствий с действующим законодательством в ваших договорах. Четко, конкретно обозначили позиции свои. И она приняла решение, ну, скажем так, в досудебном формате попытаться с вами договориться. А именно, чтобы вы изменили условия договора, превратили его в нормальный, соответствующий действующему законодательству. Сейчас он на этом этапе, он несет, имеет в себе признаки кабальной сделки. Наверняка вы слышали, да, такие термины и такие договоры в суде расторгаются на раз-два. Поверьте, по моему опыту богатому. Мы предложили сейчас все перевести в формат правового поля. А именно, от ее имени отправлены письма в вашу организацию с предложениями закрыть вопрос в досудебном формате. Если вы отвечаете, да. А письма, когда письма были отправлены? Что? Письма, письма, когда были отправлены? Я сейчас не готов, к сожалению, сказать, потому что это стандартная практика по каждому клиенту. Четкое число я вам не сообщу, но это нужно архив поднимать, там карточку клиента. Я просто, ну, сейчас мы на это время потеряем поверьте. Я не отправлен. Это стандартная процедура. Клиент, когда к нам обращается, в течение недели формируется претензионный ряд и через почту России с уведомлением о вручении, с объявленной ценностью, с описью вложения уходят письма взыскателям, кредиторам наших клиентов. И, само собой... Можно было проще сделать? Я вовлебил. Можно было проще сделать? Отправить на почтовый адрес, на рабочий адрес? Не-не-не, это не почтовый адрес, вы имеете в виду электронный, да? Да-да-да. Нет, это... Такая переписка не имеет юридического веса абсолютно никакого. Дело в том, что... Параллельно, я имею в виду параллельно. Ну, дело не в том, что... Поймите, что мы сейчас скажем, о, нет, мы не будем решать на правом поле или еще что-то. Вы не первый юрист, мы сотрудничаем с Витако, но мы сотрудничаем с многими другими организациями антикалинкерскими. И действительно, в итоге клиент, и клиенты довольны, и сама организация, ну, вы понимаете, да, что вы тоже получаете большой плюс от этого, но не будем даже вникать в этом все. Вот, как бы, систему вашу я знаю, как работает наша система, как бы, как работает, и клиент в итоге все довольны мы оставим. То есть это несложно существовать. Так нет, дело-то в том, как раз-таки мы попросили выйти на контакт, мы, понимаете, формат официальной переписки, это тот самый формат, который признается в суде. В 95% случаев, я очень хочу верить, что ваша организация не входит в эти 95%, мы не получаем никаких ответов и микрофинансовые организации на контакт не идут. И вот эта переписка, она дает нам возможность предъявить претензии уже в суде. Ну, как вы понимаете, да, чтобы в суд идти, нужно доказательство, что в досудебном формате была проведена определенная работа, мы пытались договориться, но наш оппонент проявил хладнокровие. Ну, я закончу, если вы не против, чтобы потом вопросы не возникали. Давайте. Да-да-да. И в этой связи мы отправили вам письма, и это не значит, что как-то, знаете, односторонняя какая-то связь. Естественно, получив эти письма, вы отправляете на адрес клиента свои предложения. И мы обоими руками, мы же говорим, мы пытаемся договориться в досудебном формате. Существует стандартный формат письма, на который вы можете ответить. На свой взгляд, как вам кажется, логично. И если мы покажем это клиенту, обсудим, и если она согласится на эти предложения, я все сделаю для того, да, чтобы наш клиент быстрее закрыл с вами вопрос. Вот и все. Значит, я вот понял. Еще раз говорю, да, понятно, вы отправили на наш юридический адрес письмо, а отправки еще на электронный адрес. Я почему говорю, потому что это ускорит вопрос. Ну, я, наверное, хочу сразу, может быть, разочаровать вас. У нас не одна сотня клиентов, мы один из крупнейших операторов юридических услуг на территории России. И вот просто как-то менять там алгоритм действий. У нас есть стандартные отношения с каждым клиентом. Во-первых, переговоры с кредиторами, переписка в официальном формате, ну и судебные разбирательства, и потом разбирательство на этапе исполнительного производства. То есть где мы доказываем, что клиент... Вы же понимаете, сколько времени пройдет, сколько у человека так будет, и если еще и будет... Нет, это все понятно. Да, это все понятно, да, время, никуда от этого не деться. Да, да, да. Вы видите? Так нет, это понимаем мы совершенно абсолютно, но отправлять на электронный ящик вам письмо, на наш взгляд, это бесполезное занятие. Я, конечно, вы продиктуете, да, и мы это сделаем. Ну вот, опять же, что касается конкретно вашей ситуации, потому что судя по голосу, по вашему, по манере разговора, по манере взыскания, вы категорически отличаетесь от каких-то других организаций. И это круто, может быть, ну не секрет же, да, что МФО не блещет, да, какими-то там корректными способами, и там до интеллекта далеко. А вот у вас, ну как ни странно, редко встречается, что вот можно побеседовать, пообщаться, как они, как вы любите говорить, конструктивный диалог выстроить. Вот, хорошо, диктуйте, запись разговора есть у нас, я передам эту запись старшему юристу, и он примет свое решение. Вы просто в интернете, значит, в поисковой системе вбиваете микрофинансовую организацию в кармане, наш социальный сайт там есть. А, ну да, можно и так, конечно. Вот, то есть там, это очень просто, на этот адрес электронное, общий, туда отправляете. Сразу же завтра, если сегодня наступить, сегодня будет так работа. А вы есть в реестре, да, микрофинансовых организаций? Да, конечно. Есть в реестре, то есть вы законно действуете. Ну, все, тогда, конечно, я передам эту запись. А, знаете, необходимые документы есть? Есть свидетельства, ну, и всяческие документы, связанные с подтверждением. Ну, я не сомневаюсь, еще раз повторю, судя по вашей манере общения, я не сомневаюсь, что вы адекватная организация. Еще раз, это исключение из правил. Что? Я понял, да. Если у вас есть еще клиенты, которые в нашей организации кредитовались, то есть мы готовы, если что, вопрос регулировать. Угу. Свои предложения, то есть... Не, ну, я надеюсь, вы тоже понимаете, что... Светлане Юрьевне... Да, 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 да. Светлане Юрьевне, да, вот в связи с тем, что до нее не могли дозвониться долгое время, ей ранее, ранее, в прошлом месяце предлагали вопросы регулировать таким образом. А скажите, пожалуйста, потому что сейчас карточку не могу открыть. Она какие-то взносы вносила, платила вам что-то по этому займу? Так, ну, да, у нее должны быть взносы. Я не буду в формате. Да, вот чтобы вы понимали, как мы ведем ситуацию, да, вот как я в начале разговора сказал в формате правового поля. По закону, да, если мы окажемся с вами в процессе, я имею в виду в судебном, судья не разрешит вам взыскивать более ставки, одной ставки рефинансирования, ну, годовой. То есть, если наш клиент вам оплатил какую-то часть, а эта часть более, чем сумма займа и, скажем так, разница между суммой займа, суммой займа, простите, и выплаченной суммой более 11% в год, то мы ничего не сможем сделать. Мы изо всех сил начнем категорически предлагать нашему клиенту довести дело до суда, чтобы взыскать, ну, то есть, переквалифицировать, то есть, вы будете ответчиками. Я сейчас не пытаюсь, поймите правильно, это просто термины юридические, да, мы боремся за клиента, мы свою марку держим, и если мы, помимо того, что прекратим взыскательные мероприятия, еще и вздыщем с оппонента, то мы себе заработаем очень серьезные бонусы рекламные, да, поэтому, ну, рекламные, маркетинговые ходы, как вы понимаете, поэтому сразу хочу сказать, чтобы там не было у нас недоговоренности, если наш клиент вам выплатил более суммы займа, то есть, я не знаю, там, взял 10 тысяч, а выплатил уже 20, то мы не пойдем, мы ему категорически будем рекомендовать не соглашаться на ваши условия, потому что по закону уже вы ему должны, понимаете? Вот. Это все понятно, это ваша работа и так далее, я понял. Конечно. Просто и передавайте, так далее, что вы готовы сотрудничать. Да, да, да. По поводу почты электронной обязательно напишите, то есть, ну, само собой, само собой, конечно. Мы запектируем сумму, и будем готовы решать вопрос, если она этого хочет. Да, кому тоже с удовольствием, с такими оппонентами с удовольствием работать даже понравится нам. Всего доброго, до свидания. Удачи вам тоже, до свидания.